МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Галина Ширшина борется за звание железной леди. Схватка за схваткой. Борьба с первым замом. Сложности с автоспецтранцем. Конфликт с маршруточниками. С последними мэр порвала окончательно и бесповоротно. Такое заявление глава города сделала на последней встрече с предпринимателями. Наблюдатели уже назвали это переделом рынка частных перевозок в столице Карелии и не иначе, как рейдерским захватом большинства маршрутов. В администрации же все объясняют по-другому. Борьбой за качество пассажирских перевозок. Еще до начала встречи стало понятно. Мэр города настроена более чем решительно. Галина Ширшина заявила, контракт с перевозчиками она решила разорвать. Еще утром 13 января, когда на линии не вышли несколько сотен пазиков. После таких слов надежда предпринимателей умерла. На сегодняшний день еще раз подчеркну. У меня нет оснований отзывать уведомления. Разбирайтесь с правоохранительными органами. Ищите виновных. Моя задача заключается в другом. Не искать виновных. А сделать так, чтобы работали в городе предприятия, которые способны организовать нормальную деятельность и исполнять муниципальный контракт. Она смотрела на них, как удав на кроликов. Они убеждали, называли произошедшее 13 января провокацией, напоминали, что если с ними расторгнут контракт, работу потеряют более 600 человек. Это же не просто так прихлопнуть муку или комара. Это как бы вопрос, касающийся сотен людей, которые работают на предприятиях. Наверное, десятков тысяч горожан, которые пользуются услугами. И в целом, на мой взгляд, все-таки разбирательство какое-то, оно должно быть сделано, должно произойти. Я считаю, что если суд примет решение о том, что, значит, неправые транспортные компании, то действительно, значит, неправые. А может, суд признает, что неправые в этом отношении, тут еще тоже вопрос. Поэтому я считаю, что какая бы позиция ни была, но справедливая должна быть. Пока шел спор, возник резонный вопрос. Если не питерские перевозчики, то кто? Они обслуживают львиную долю всех городских маршрутов. Мэр заверила, без маршруток Петрозаводск не останется. Помочь может тоже троллейбусное управление. Лицензия на автоперевозки есть, да и несколько сотен пазиков для обслуживания города не проблема. Ситуация прогремировала на всю Россию. И вплоть до того, что у нас уже из Брянска идут предложения по поводу того, каким образом Брянск, который производит автобусы, Лиазы и так далее, готов без какой-то предоплаты нам предоставить услуги. Дата очередного конкурса неизвестна. Юристы мэрии все просчитывают. Предприниматели тем временем рассуждают, стоит ли вообще в Петрозаводске открывать крупный бизнес. Это как минимум небезопасно. Не понравишься властям или тем, кто за ними стоит. Делу конец. Ефим Овчинников, Александр Борисов. Телеканал Ника Плюс. Перевозчики, понятно, недовольны. После снижения стоимости проезда в троллейбусах на пазиках горожане стали ездить реже. Предприниматели уже понесли многомиллионные убытки, после чего у них и вовсе решили отобрать бизнес. Вчерашняя встреча еще раз подтвердила то, что в городе происходит трейдерский захват бизнеса при помощи административного ресурса. Причастен к этому мэр или нет, никак прокомментировать не могу. Но, несмотря на все это, мы все равно будем работать, спаривать свое мнение в суде, доказывать нашу правоту, что нет ни одного законного факта, на основании которого можно было бы расторгнуть с нами договора. На самом деле, вчера на встрече было правильно сказано, что нет заключения никакого правоохранительных органов, нет решения суда, что да, кто прав, кто виноват. Есть просто, вы виноваты без суда и следствия. И все, спасибо, до свидания, как Галина Игоревна нам вчера всем сказала. Больше прокомментировать никак не могу, но будем обспаривать в суде. К этому что еще могу сказать? Что у нас все запланировано, мы будем реализовывать. С понедельника мы начнем продажу проездных билетов для отдельной категории граждан, это инвалиды, ветераны, список есть. То есть продажи будут осуществляться в торгово-развлекательном центре «Тетрис», гипермаркет «Сигма» и на Путейской 5 офисное здание. Эмилия Слабунова не стала мэром Петрозаводска, но должность эта не дает ей покоя. Сессия законодательного собрания началась с громкого заявления яблочников. Эмилия Слабунова сообщила, что на мэра Карельской столицы организована настоящая травля. Кто же, по версии, педагога преследует Галину Ширшину, и кто желает ей неприятностей? Галину Ширшину травят, так считает депутат Эмилия Слабунова. Она обвинила подконтрольную правительству прессу в информационном терроре в отношении мэра Ширшиной. Так как республиканская власть формирует сегодня негативный имидж столичного города и республики в целом, какие инвесторы придут в город, в регион, где против любого неугодного разворачивается информационная война, да еще и с угрозами уголовного преследования. Впрочем, конкретных имен недругов действующего мэра не прозвучало, как и названий порочащих Галину Ширшину СМИ. Зато стали известны имена четырех депутатов, которые от лица парламента станут контролировать деятельность так называемого регионального оператора капитального ремонта. Новая структура уже в этом году займется сбором народных платежей. Деньги, как предполагается, пойдут на капремонт жилищ. Регионального оператора по слухам уже назвали идеальным механизмом для будущих коррупционных схем. И вот те люди, которые вошли в состав попечительского совета. Именно они займутся контролем за региональным оператором. Анна Познякова, Лариса Жданова, Михаил Савин и Александра Спиридонова. В поле зрения контролеров попадут денежные расходы регионального оператора, очередность в проведении ремонта, а также выбор им подрядчиков. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем наш выпуск. Олимпиада все ближе, по крайней мере, для 20 наших волонтеров, которых торжественно проводили в Сочи. На Олимпийских играх жители Карелии будут работать парковщиками, готовить трассы, добровольно помогать гостям и участникам. Мечта сбылась, они едут в Сочи. За плечами почти каждого из сегодняшних волонтеров Олимпиады серьезный опыт работы на больших событиях. Таких, как универсиада, масштабные фестивали, наши гонки на собачьих упряжках. Но Сочи – другой случай. Я счастлива, что я смогу не только это увидеть, но и поучаствовать в создании Олимпиады в нашей стране. Каждый из них прошел серьезный отбор, обучение, знание английского обязательно. И каждый в заявке написал, где и на каких объектах Сочи хочет работать. Будь то горнолыжный центр или ледовый дворец. Некоторым повезло. Буду работать на ледовом дворце Большой, обслуживанием мероприятий непосредственно. Буду контролировать действия между соревнованиями сборных как России, так и других стран по хоккею непосредственно. На Олимпиаду потратят миллиарды рублей. В народе даже появилась новая числительная – Олимпиард. Но наши волонтеры едут туда за свои кровные. Лишь единицам дорогу оплатит университет. Живут они, скорее всего, в студенческих общежитиях, которые там освобождаются, либо в комплексах, которые волонтеры размещаются. Питаются организаторы, обеспечивают их питанием. Это, скорее всего, система ланчбоксов, горячее питание. Кроме впечатлений, на память останется фирменная форма Олимпиады. А двое из 20 волонтеров от Карелии поедут работать еще и на Параолимпийские игры. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал Ника+. Для того, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, совсем не обязательно ждать Олимпиаду в Сочи или предстоящие выходные. Погонять можно и в будни после работы. Проезжайте по тонным мост Соломином, затем 10 километров в направлении Пеньгубы и вы на горнолыжном курорте Ялгора, где до 9 часов вечера ежедневно работают освещенные склоны. К тому же, весь январь действует акция. На учебном склоне подъемник бесплатный. Смотри, чтобы повернуть в левую сторону, вот сюда, мы самолетик загибаем вправо и даем на коленочку на эту. Если вы хотите поставить на лыжи своего ребенка или сами научиться кататься, в Ялгоре вам на учебный склон. Ленточный подъемник осилит даже самый маленький горнолыжник. Начинающим взрослым тоже не стоит отказываться от инструктора. Горные лыжи совсем не похожи на беговые. Кстати, если у вас нет снаряжения, это не повод отказаться от катания. У нас же есть прокат, все выдадут, все подберут. Есть даже ботинки с 25 размера. Этот спуск для тех, кто уже уверен в своих силах. Ялгора, что в переводе с вепского «большая гора» – это 122 метра над уровнем моря, с перепадом высот почти в 100 метров. На вершине вам откроется потрясающий карельский пейзаж. Мы постарались создать здесь полноценный горнолыжный центр, который имеет порядка 3-4 трасс разного уровня сложности для начинающих, для массового катания, в том числе и для профессионалов. Поэтому на сегодняшний день у нас есть четырехместный кресельный подъемник. Он просто удобный, комфортный и безопасный. Горнолыжный курорт Ялгора работает ежедневно. Для посетителей здесь кафе и рестораны, большая парковка, прокат и медицинский пункт. Можно приехать с семьей. Уже скоро здесь появится каток и трасса для беговых лыж. Сразу после небольшой рекламы смотрите нашу программу «Трэнди Брэнди». Новости ищите в интернете по адресу nicodefismedia.ru В студии с вами был Дмитрий Николаев. Всего доброго. До свидания.